Значит, я напомню, что мы на лекции обсуждали, что бывает метод КАБ ближайших соседей. И сейчас я предлагаю этот метод реализовать. Ну, на самом деле, мы так будем время от времени делать, мы будем время от времени ручками реализовывать те или иные методы, несмотря на то, что понятно, что простые методы уже давно реализованы, есть библиотеки для этого, есть, в частности, для стандартных методов машинного обучения есть библиотека Scikit-Learn, которую мы будем тоже активно использовать. Но просто чтобы понять, как работают те или иные алгоритмы, просто понять, как они реализованы, очень полезно их писать самим. Ну и вот для каких-то не слишком технически сложных вещей мы будем это делать. Ну, значит, смотрите, я предлагаю начать с того, чтобы реализовать алгоритм метода КАБ ближайших соседей. Значит, это будет установка задачи такая же, как обсуждалась на лекции, то есть это задача регрессии, мы предсказываем какую-то величину числовую. Значит, ну вот предлагается написать функцию, которая принимает на вход два массива, два numpy-вских аррея. Один — это аррей иксов, это такой аррей размера n на d. n — это количество строчек, d — это количество столбцов. То есть n у нас объектов, d — переменных. Соответственно, у нас есть столбец правильных ответов y-трейн. И мы хотим, обучившись вот на этой паре x-трейн и y-трейн, научиться предсказывать, сделать предсказание для некоторого нового набора иксов. Это снова даже не для нового набора, а просто хотя бы для одного икса. — это просто вектор длины d. Соответственно, k — это количество ближайших соседей, которые мы берем. Вот. Ну, давайте обсудим, как это сделать. Значит, я предлагаю сейчас использовать просто numpy. Ну, давайте смотреть, что вам для этого нужно уметь. Какие вообще возможности вам нужны. Значит, как бы вы эту точку стали решать? — Ну, надо вычислять как-то расстояние, то есть метрика какая-то. Да, нам нужно как-то вычислять расстояние. Ну, давайте считать, что, опять же, на самом деле хороший вопрос. Действительно, для того, чтобы говорить про ближайших соседей, нам нужно на пространстве иксов задавать какую-то метрику. И вообще говоря, от выбора этой метрики качество работы алгоритма KNN очень сильно зависит. Это, в общем, всегда так бывает, что во всяких метрических методах, KNN относится к метрическим методам, выбор метрики может влиять на performance. Но давайте сейчас считать, что мы будем в качестве метрики использовать просто обычную нефклидовую метрику. И на самом деле есть в NumPy есть такой метод, значит, вот такая штука NP-LenalcNorm, которая позволяет считать расстояние между двумя точками. Сейчас, а может быть, есть какая-то штука, которая прям расстояние считает? Дистанции нету. Ну, давайте возьмем норму и вычислим из нее квадратный корень. Значит, и преимущество использования именно NumPy здесь в том, что он позволяет нам посчитать расстояние между каждым, каждый из точек, которые у нас есть в X-Train и конкретно нашей точкой. Сейчас я только, давайте я на всякий случай перепроверю, то ли я хочу, то ли функцию из NumPy я хочу сейчас использовать. Секунду. 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 Спасибо. В качестве расстояния можно брать, поскольку нас интересуют просто ближайшие соседи, то нам неважно брать норму или корень из нормы, поэтому можно просто использовать n-полиналк-норм. Значит, это штука, которая умеет считать расстояние. Давайте посмотрим, как она будет работать, потому что нам бы хотелось, чтобы… Вот у нас есть матрица, в которой записаны иксы, есть какой-то конкретный икс, и нам хочется посчитать расстояние между каждым из наших иксов и нашим конкретным иксом. Давайте посмотрим, как это работает. Пусть у меня есть какой-то икстрейн, давайте я просто напишу какие-то значения от фонаря. Что-нибудь в таком роде. Допустим, у меня двумерное пространство признаков и три объекта. И у меня есть икс-нью, а это будет какой-нибудь вот такой объект. И теперь я хочу посчитать расстояние, или, допустим, квадрат расстояние от икс-нью до каждого из объектов икстрейн. Давайте посмотрим, сработает ли n-полиналк-норм, и если сработает, то как. Ну вот оно на что-то ругается. Интересно, на что это оно ругается. Ну да, понятно, потому что я неправильно написал. Значит, мне нужно считать нормы разности между икстрейн и икс-нью. То есть, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу из каждого из моих векторов икстрейн вычесть вот этот вектор икс-нью. Давайте посмотрим, что будет, если я просто попробую вот такую штуку записать. Ну, смотрите, кажется, оно работает. Понятно ли, почему оно работает? Значит, я просто не знаю, успели ли вы в прошлый раз поговорить про Broadcasting Rules. Значит, понятно ли, как работает вот эта штука и какая здесь связь с бродкастингом? Вообще обсуждался бродкастинг в прошлый раз? Обсуждался, но лично я не помню. Трэйн и нью. Не, смотрите, трэйн и нью – это просто две какие-то переменные, которые я сейчас завел. И суть в том, что вот эта переменная – это такая матрица, видите, такая табличка с тремя строчками и двумя столбцами. А нью – это просто одномерный массив. Значит, вот это как бы двумерная штука, матрица такая, а это одномерная штука, как бы вектор. И дальше возникает вопрос, что происходит, если я записываю вот такую вещь. Значит, по идее, если бы вот это были бы, например, две матрицы одинакового размера, то понятно, мы из одной вычитаем другую, они вычитаются поэлементам. А что происходит, когда я пытаюсь вычесть из вот такой вот матрицы вот такой вот вектор? Вы из каждой строчки вычли вектор. Да. Значит, это, на самом деле, так всегда будет работать, и это, в общем, примерно то, что мы хотим. Но дело в том, что, ну, смотрите, значит, если я посмотрю на, как это работает, вот у каждого такого array есть что-то, которое называется shape, и это просто набор измерений, сколько там строчек, сколько столбцов, или что там есть в зависимости от размерности. Ну, вот, например, у меня в X-Train сейчас shape 3.2, это означает три строчки, два столбца. В X-New у меня shape просто 2, и это соответствует как раз, значит, тому, что у меня просто массив длины 2. И теперь смотрите, значит, как работает бродкастинг. Значит, как сработал бродкастинг в этой ситуации. Значит, вот у нас есть два объекта numpyvских array. У одного shape вот такой, а у другого shape, значит, я его… как бы я запишу сейчас shape второго объекта, но, как это сказать… В общем, прижму его к правому краю. Давайте вот так сделаю. Значит, смотрите, вот если numpyv видит, что у него вот это число совпадает с вот этим числом, то он может сделать такую штуку. Он может как бы у себя в голове заменить вот этот наш вектор, у которого shape просто 2, заменить его на объект с таким же shape, как вот этот. Что это означает? Вместо вот этого вектора он как бы внутри себя представляет матрицу вот такого же размера, как вот эта штука, у которой каждая строчка является просто копией вот этого вектора. То есть он сбродкастил нам вот эту штуку, он сбродкастил вот в такую штуку. Значит, благодаря тому, что вот здесь ничего написано не было, он может как бы здесь написать тоже тройку с помощью вот такого копирования. После этого он вычел из одной матрицы другой матрицы. И это, в общем, было ровно то, что мы хотим, потому что мы считаем, что у меня здесь в каждой строчке записано по моему элементу данных, то есть это вот мои иксы. И я из каждого из этих иксов вычел x new для того, чтобы найти расстояние между моим x new и всеми иксами, которые у меня есть в обучающей выборке. Так, задайте какой-нибудь вопрос, если что-нибудь непонятно. Сразу закономерный вопрос. Как будут прокаститься матрицы, соответственно, shape'ами 2.2 и просто 2? Точно так же, как эта штука. Значит, оно смотрит… Возможно, два варианта. Либо можно сбродкастить, либо нельзя. Значит, можно сбродкастить в том случае, если при вот таком выравнивании элементы вот здесь совпадают с элементами здесь, либо вот здесь стоит какое-то число, а здесь ничего, либо вот здесь какое-то число, а здесь единица. То есть, например, вот такая штука бродкастится точно так же в вот такую штуку. То есть, если бы у меня вот здесь было бы не одномерный массив, а двумерный массив, но как бы с одной строчкой, оно бы сбродкастилось ровно точно так же. Потому что единицу можно заменить на тройку тоже путем копирования соответствующего элемента. Вот. А если бы, например, так оказалось, что вот здесь вот я пытаюсь подставить какой-то другой массив другого размера, например, 3, то он бы сказал бы, что он не может сбродкастить, потому что здесь возникает, так сказать, конфликт размерностей. То есть вот такую штуку он, например, никуда не может сбродкастить. Потому что один объект нельзя привести к другому путем вот такого вот копирования элементов. То есть элемент считается, по сути, с конца начинает вычисляться размерностей. Да, да. Значит, ну вот я специально здесь, когда вот эти вот штуки рисовал, я их выравнивал по правому краю. Соответствие должно быть именно таким, что самый внутренний, как бы нас интересует, чтобы размерность самого внутреннего элемента вот здесь совпадала бы с размерностью самого внутреннего элемента здесь. Вот. Ну, это такие соглашения, которые, на самом деле, просто часто оказываются очень удобны. Ну, собственно говоря, мы это видим ровно вот на этом примере. Нам нужно было бы как-то без написания циклов, нам хочется сравнить наш объект с кучей других объектов. Куча других объектов записаны просто как, грубо говоря, список списков, ну, окей, NPR-рейх, но который порожден из этого списка списков. И с помощью бродкастинга мы это автоматически делаем просто в одну строчку вообще безо всяких дополнительных, значит, пискового-либо дополнительного кода. Вот. Хорошо. Значит, таким образом мы можем посчитать разность между нашим новым объектом и иксами, которые лежат в обучающей выборке. Теперь мы хотим выбрать те иксы, которые самые ближайшие. Значит, можно, во-первых, посчитать эту самую норму. Но это не та норма, которая нас интересует, потому что вот сейчас мы что сделали? У нас есть xtrain минус xnew. Это вот такая вот штука, и он посчитал норму всей вот этой матрицы. Скорее всего, он просто рассматривал эту матрицу как один такой длинненький вектор. Значит, для того, чтобы заставить его посчитать норму отдельно по каждому... То есть, чего мы хотим теперь? Мы хотим, чтобы он нам посчитал норму каждого отдельного вектора, который записан вот в этом вот наборе. Значит, для этого нужно использовать дополнительный параметр exes. Значит, давайте смотреть, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы... Ну да, вот так. Значит, что это означает? Это означает, что у нас будет... Вот эта функция применена к вот этому объекту. Как бы для каждого значения... Значит, вот у нас есть оси. Значит, они нумеруются тоже справа налево. Значит, exes равняется... Сейчас или наоборот? Нет, наоборот, слева направо. Значит, и это означает, что у меня значение оси 1 будет меняться в процессе вычисления вот этого nplynalk-норм. То есть, как бы у меня все остальные оси зафиксированы, значение всех остальных осей зафиксировано, а вот эта вот ось будет меняться. Это ось 1, то есть, на самом деле, вторая, поскольку нумерация с нуля. И это как раз ровно то, что мы хотим. Мы посчитали отдельно норму тех векторов, которые записаны по строчкам. Если бы я написал бы вот так, то я посчитал бы норму тех векторов, которые записаны по столбцам. Вот. Окей. Значит, смотрите, теперь что у нас есть? У нас есть расстояние между каждым из наших объектов в обучающей выборке и новым объектом. Давайте мы его как-нибудь сохраним. Квадрат расстояния, на самом деле. Теперь какое следующее будет действие? Значит, мы хотим для нашего объекта выбрать k ближайших соседей. Как это сделать? Значит, теперь мы знаем расстояние от нашего нового объекта до всех предыдущих. Как бы теперь нам выбрать k ближайших? Отсортировать и взять первый k сверху. Да. Значит, на самом деле в серьезном алгоритме там используются более хитрые методы. Там используются так называемые kd-деревья. В общем, есть некоторые алгоритмы, которые позволяют искать некоторые структуры данных, я бы сказал, которые позволяют искать ближайших соседей более эффективно, чем просто отсортировать и выбрать первые несколько элементов. Но мы для простоты просто отсортируем. Значит, смотрите, есть такая штука. ArcSort. Давайте смотреть, как она работает. Значит, смотрите, ArcSort возвращает нам список индексов в отсортированном порядке. То есть как бы вот в ArcSort, например, что он говорит? Он говорит, что элемент с индексом 2 самый маленький. Это вот эта двойка. Дальше элемент с индексом 1 следующий. Это вот эта тройка. И так далее. Ну, давайте, чтобы было более понятно, давайте я еще парочку элементов добавлю. То есть ArcSort возвращает индексы элементов, которые бы они... Сейчас, как это сказать... Значит, первый элемент ArcSort – это индекс самого маленького элемента. Второй элемент ArcSort – это индекс второго по маленькости элемента и так далее. Значит, соответственно, нам нужно применить ArcSort к вот этому самому... к вот этим самым расстояниям. Давайте это сделаем. Значит, допустим, индексы sorted. И теперь, что мы хотим получить? Значит, мы хотим получить... самые маленькие элементы. Первых, k самых маленьких элементов. Как нам их получить? Как нам их получить? Более того, мы хотим получить у, соответствующие первым k самым маленьким элементам, и эти у усреднить. Значит, как это сделать? Ну, срез можно взять. Да. Давайте сделаем просто... Значит, нам нужно... Что сделать? Нам нужно взять у. У игреков... Значит, смотрите, в NumPy можно... Значит, я напомню, что в NumPy можно делать такую штуку, что если у вас есть какой-то NumPy-вский массивчик и у вас есть Array каких-то индексов, то вы можете получить... Вы можете использовать Array индексов для того, чтобы вытащить из NumPy-вского массивчика элементы с этими индексами. В данном случае вот этот индекс IsSorted, если мы возьмем от него первые k элементов, то это ровно те самые индексы тех самых элементов, которые нам нужны. Значит, мы считаем, что у нас сейчас в X-Train и Y-Train элементы идут, так сказать, в соответствующем порядке, что первый элемент в X-Train соответствует первому элементу в Y-Train. Поэтому мы нашли ближайшие элементы среди... Значит, пользуясь X-Train, мы нашли ближайшие элементы к X-New. Теперь мы хотим взять Y, которые будут соответствовать этим самым X-ам, и усреднить их. Попробуйте это сделать сами. Я думаю, что у вас сейчас достаточно данных, чтобы это сделать. Значит, вот я хочу сейчас написать... Вот я начал здесь что-то такое писать, но вот нужно продолжить, чтобы получился правильный ответ. Давайте сделайте это и пришлите мне вашу функцию, как она у вас получилась в личку здесь в Zoom. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Ну, давайте я попробую написать, как бы этот код мог бы выглядеть. Смотрите, значит, во-первых, нам нужно из нашего массива с индексами взять первые k-элементов, и это проще всего сделать вот так. Значит, нужно взять срез, и в срезе, ну, теоретически можно написать вот так, но первый элемент можно не включать, потому что он автоматически понимает, что если у вас до 2, то еще ничего не указано, это означает, что вы берете от начала массива. И, значит, у вас таким образом будет ровно k-элементов взято, потому что правая граница никогда не включается. Теперь нам нужно взять эти индексы и из этих индексов взять, значит, использовать эти индексы и выбрать соответствующие элементы из y-train, и мы таким образом получим k-элементов. И последнее, что нужно сделать, это нужно усреднить. Это можно сделать, например, вот так. Переменит метод min, который как раз занимается тем, что усредняет значение в np. array. Ну, и вот получилась такая функция. Давайте на нее посмотрим. Я вот ровно то же самое вроде как написано, но почему-то не работает. Ну, и два варианта. Либо у меня ошибка, либо у вас написано не совсем то же самое. Ну, да. Других вариантов быть не может. Можете прислать, какой у вас код? Хорошо, сейчас. Давайте пока что проверим, работает ли у меня. Давайте, по крайней мере, запустим эту штуку. Скоро у меня каких-нибудь данных. Значит, она ожидает, что train это двумерный. Ну, хорошо, давайте. Давайте и чего-нибудь и скором. Точнее, не обязательно двумерный, но сколько-то многомерный. Массивчик. Значит, вот это у меня иксы. Давайте я сразу буду писать, что это x-train. Вот у меня обучающий выбор сейчас состоит из трех элементов. Давайте у-ки пусть будут какие-нибудь. 10, 20, 30. И, допустим, x-new равняется... Давайте что-нибудь такое. Допустим, 11, 4. k равняется 1. Какой сейчас должен быть ответ, по идее? Какой ответ мы ожидаем увидеть? В такой задаче. 10, наверное. Да, по идее 10. Действительно 10. Давайте опробуем, k равняется 2 взять. Тогда какие у нас будут ближайшие? Видимо, вот этот 4, 5 должен быть ближайший, ответ должен быть 15. Да, вроде работает. Так. Так, давайте посмотрим, что здесь может быть. На что он ругается. Говорит, что индексы как бы не скалярные. Да. А можете посмотреть, что у вас в индексе sorted? Можете там просто принт добавить и посмотреть, что лежит в индексе sorted? Для того, чтобы вы, может быть... Сейчас, надо еще понять, какие вы аргументы ему скармливаете. Значит, нужно убедиться в том, что у вас x-train и y-train имеют те размерности, которые нужны на всякий случай. Так, ну, вроде бы тут работает. А как, понятно ли, что делают эти три строчки? То есть понятно ли, как работает метод? Хорошо. Ну, давайте, наверное, потихоньку поедем дальше. Значит, смотрите. То, что я сейчас хочу сделать, это я сейчас хочу промоделировать примерно то, что происходило на лекциях. То есть реализовать самостоятельно какой-то метод генерирования данных, некоторую модель, в которую мы сейчас верим, и посмотреть, как работает наш метод кавлижающих соседей с этой моделью. Значит, вот я предлагаю взять такую штуку. Значит, у меня x – это равномерно распределенная случайная величина на отрезке от минус 1 до 1. А epsilon – это какая-то нормальная распределенная случайная величина с нулевым отожиданием. А y – это x квадрат плюс epsilon. То есть как бы у меня истинная зависимость. Она выглядит так, что это y равняется x квадрат, но при этом добавляется какой-то шум, из-за которого, значит, все ломается. Ну, не в том смысле, что совсем ломается, а что задача приобретает такой теоретико-вероятностный оттенок. Давайте напишем функцию makeData, которая сделает вот то, что здесь написано. Значит, ну, давайте я скажу, что у нас x – это будет… Значит, в NumPy есть методы, которые генерируют случайные величины. Ну, в частности, есть метод NPRandomUniform, который генерирует случайную величину, равномерную с заданной нижней и верхней границей. Значит, ну вот нам сейчас нужно генерировать случайные величины от минус 1 до 1. И давайте сразу посмотрим на shape. Значит, нам нужно, чтобы у нас x-ы были бы двумерной, не обязательно двумерной, значит, нам нужно, чтобы x-ы были двумерной штукой, в том смысле, что это должна быть матрица. А y-ки – одномерная штука, это должен быть просто столбец. Она у нас так всегда будет во всех библиотеках, там, scikit-learn и так далее. Она так предполагается, что у нас x-ы – это потенциально… Ну, потенциально у вас есть несколько признаков, по которым вы делаете предсказания, поэтому это всегда матрица. Значит, поэтому я сейчас здесь в качестве size укажу n,1. Давайте посмотрим, как это работает. Допустим, у меня какой-то конкретный n, скажем, 10. Ну, вот видно, что он действительно генерирует равномерно распределенные случайные величины и делает из них матрицу размера n на 1. Теперь я хочу сделать эпсилоны. Ну, давайте я возьму эпсилоны точно так же, только у меня должно быть здесь не uniform, а normal. И здесь вместо low и high нужно написать… Значит, у меня здесь есть параметр scale. Scale – это, если я правильно помню, здесь стандартное отклонение для нормального распределения. Scale – да, standard deviation. Но давайте мы скажем, что scale равняется… Давайте я для простоты буду считать, что у меня здесь эпсилон 0 в квадрате. И если я… Вот здесь я имею в виду, что этот самый эпсилон 0 – это… Эпсилон 0 в квадрате – это… Как оно называется? Вариантс. Дисперсия. Эпсилон 0 – это тогда стандартное отклонение, и тогда здесь можно будет просто писать, что scale – это есть эпсилон 0. И теперь мне нужно сгенерировать y. Значит, y – это есть x квадрат плюс эпсилон. Значит, заметьте, что благодаря тому, что в NumPy все такие арифметические операции выполняются поэлементно, значит, я сгенерировал целую матрицу x-ов, и потом я все эти элементы возвел в квадрат, и прибавил к ним еще столбец эпсилонов, и сгенерировал таким образом y. Ну, я хочу, чтобы у меня y были одномерными, поэтому давайте я сразу скажу, что от вот этой штуки я хочу выбрать первый столбец. Это можно сделать вот так. И мы возвращаем x и y. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, допустим, 10, 1. Значит, вот у нас сгенерировались x – это действительно матрица. И сгенерировались y – это просто вектор. И видно, что y, y… Давайте я для проверки сделаю нулевое. Значит, вот это должны быть сейчас просто квадраты вот этих чисел, и это вроде бы действительно они. Вроде похоже на правду. Значит, что здесь может быть нетривиально? Вот эта штука может быть нетривиальна. Значит, смотрите, здесь я говорю, что я выбираю… Значит, у меня первый индекс меняется от начала до конца, а второй индекс фиксированный равен нулю. И это такой способ выбрать первый столбец в матрице в нум-пайской. Вот. Ну, давайте теперь использовать эти самые… Значит, наш способ генерировать данные для того, чтобы посмотреть, как работает наш метод к ближайших соседей и как будет меняться предсказание в зависимости от изменения k. Значит, для этого у меня здесь уже написана функция. Давайте посмотрим, что эта функция делает. Значит, во-первых, она получает на вход какие-то x и какие-то y. Дальше она рисует эти x и y. Это наша обучающая выборка. Она их рисует точечками. Вот эти вот точечки. Это наши данные. После этого происходит следующее. Мы генерируем с помощью линдспейс. Мы генерируем… Давайте покажу, как линдспейс работает. Он просто генерирует набор точек за одним шагом. Вот, например, видите, я сказал сгенерировать точки от минус единицы до единицы и всего их сгенерировать 11 штук. Вот он мне их сгенерировал. Значит, это бывает очень полезно, когда вам нужно какой-то график построить. Значит, плод рисует вам точечки, либо линии по заданным значениям x и y. Значит, вот здесь мы нарисовали вот эти точечки. А дальше мы хотим нарисовать нашу истинную зависимость, которая описывается в данном случае просто функцией y равняется x квадрат. Вот она это. Значит, кривая, как видно, благодаря тому, что у нас этот epsilon имеет нулевое матожидание, у нас условное матожидание y при условии фиксированного x, а это просто наш x квадрат. Поэтому вот эта функция – это наше истинное идеальное предсказание. Значит, вот то, что написано зелененькой линией, это я, опять же, для всевозможных x-ов нарисую предсказание, которое мне генерирует метод к ближайших соседей. Значит, вот он здесь написан. Значит, я беру очередной x new из вот этой моей сеточки x-ов и подставляю его в мою функцию kn, которая обучена на x и y. Ну, собственно, здесь видно. Вот видите, здесь, например, есть… Ну, сейчас давайте я запущу эту функцию, а не работает, потому что мне нужно было сгенерировать данных каких-нибудь. Давайте x y равняется… Значит, сгенерировать данных, скажем, 10 точек с epsilon 1. Ну, хорошо, я тебя погорячился насчет 10 точек. И такого большого epsilon… Давайте epsilon 0,1 сделаем. Точек можно и побольше взять. Ну, вот так, например. Ну, вот видно. Видите, вот здесь, например, есть одна точечка, здесь есть другая точечка. И вот значение перескакивает со значения здесь на значение здесь ровно посередине между этими двумя точками. Понятно ли, что нарисовано на графике? Понятно ли, как работает эта функция? Значит, тут какие-то тонкости могут быть неясны. Например, вот это lv равняется 2, задает толщину линии. Но я хочу, по крайней мере, чтобы было понятно, как график устроен. Вот можно посмотреть, что происходит, когда я изменяю k. То есть здесь у меня было k равное 1, а здесь у меня k равное 2. Ну, и видно, что теперь… Вот, например, видите, здесь у меня есть две точки. И то, что находится вблизи к этим двум точкам, значение усредняется. Ну, можно попробовать побольше сделать k. k, видно, что получается какая-то вот такая вот штука. Можно увеличить количество данных. Но вот для метода одного ближайшего соседа получается какая-то вот такая вот очень сильно осциллирующая штука. Но если сейчас увеличить количество ближайших соседей до пяти, видно, что получается какая-то кривая в качестве приближения, которая становится ближе к нашей оранжевой кривой. Ну, и на самом деле мы можем еще больше увеличить данные, увеличить количество данных и еще больше увеличить количество ближайших соседей. И видно, что оно чем дальше, тем лучше начинает приближать. Ну, в общем, это неудивительно, потому что если у нас много данных, то мы можем выбирать, значит, к нашей точке очень близко большое количество других точек. И мы на самом деле реально вот это вот наше среднее, которое получается в методе к ближайших соседей, оно реально начинает все лучше и лучше аппроксимировать соответствующим от ожидания. Ну, там просто тупо по закону больших чисел. Вот, поэтому, в общем, есть такое утверждение, что если мы будем увеличивать количество данных и пропорционально увеличивать k, то, ну, или даже не обязательно пропорционально, а нам нужно так, чтобы k росло не слишком быстро, так, чтобы k деленное на n стремилось бы к нулю. Тогда наша k, наверное, наш метод k ближайших соседей начинает стремиться к истинному вот этому идеальному решению. Вот, понятно ли эти картинки? Давайте теперь попробуем сделать то, что мы делали на лекции теоретически. Давайте попробуем сделать практически, а именно попробуем оценить вот эту самую функцию EPE, ожидаемую ошибку предсказания. Значит, что это за функция такая? Значит, нам нужно… Значит, мы берем какую-то функцию предсказаний. Вот она у нас уже зафиксирована. То есть мы когда-то один раз, допустим, ее обучили, и мы теперь будем с этой функцией считать от этой функции то, насколько хорошо она предсказывает тех данных, которые она не видела в процессе обучения. Значит, нам нужно сделать такую функцию, которая принимает на вход функцию f, которая как раз и делает предсказания. L – это наша функция ошибок. Дальше мы принимаем на вход ту функцию, которая данные генерирует, ну и какие-то параметры генерирования данных. Значит, и здесь я просто сейчас реализовал ровно ту функцию, которая обсуждалась на лекции. Значит, я генерирую новый набор данных. И дальше я считаю, ну вот то, что здесь написано, если вы посмотрите, это ровно формула из лекции. Значит, здесь написано, что это просто… Ну, на лекции было, естественно, написано матожидание, а здесь ее приближение эмпирическое, которое есть просто среднее. Значит, единица на n, здесь сумма по i от единицы до n, l, y, new, f от x, new. Значит, вот такая штука вычислена. Похоже на правду? Значит, чего я сейчас хочу? Я хочу, на самом деле, понять, какое значение k самое лучшее. Вот у нашего метода есть ровно один параметр, который можно подгонять. Это k. Давайте попробуем понять, какое значение k самое лучшее. И мы это будем делать с помощью вот этой функции e, p, e. Значит, давайте скажем вот что. Я сейчас хочу сгенировать какое-то f. f – это у меня функция, которая должна предсказывать. Значит, ну, давайте сделаем так. f – это штука, которая принимает на вход конкретный x и выдает y. Я сейчас не заморачиваюсь никакими векторизациями. У меня все будет очень наивно. Значит, вот я хочу просто написать функцию f, которая по x выдает y. f – и устроена она будет так. Собственно говоря, это просто наша… где у меня была функция, которая мы писали, которая нам kN считает. Вот она kN regression. Значит, у нас есть какие-то x и y. Давайте считать, что я их потом в какой-то момент задам как-то глобально. и у меня есть x. Значит, мне еще нужно… Да, давайте я еще добавлю вот что. Здесь у меня есть data.args. Еще пусть у меня будет f.args. Я сделаю вот такую штуку. Скажите, а вот понятен вот этот синтаксис? Значит, понятно, что здесь происходит? Значит, контрольный вопрос. Что будет находиться в data.args? Какой тип данных там лежит? Нет. 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 Судя по молчанию, в ответ на второй вопрос, молчание в ответ на первый вопрос не означало, что все понятно. Я микрофон пытался включить. Да, если можно пару слов сказать, скажите, пожалуйста. Да. Смотрите. Значит, есть такая штука в питоне. Представьте себе, что у меня есть какая-то функция, которая чего-нибудь делает с какими-то аргументами. Я могу ее вызвать вот так. Я могу ее вызвать вот так. Ну, а теперь давайте представим себе, что у меня есть словарик, который устроен вот таким образом. И я хочу передать моей функции фу аргументы, которые записаны в этот словарик. То есть я хочу сделать так, чтобы вызвалась функция фу, у которой х равнялся бы значению, которое соответствует вот здесь вот ключу х, и, соответственно, переменная у равнялась бы вот этому у. То есть я бы хотел бы компактно записать вот такую штуку. И делается это так. То есть вот эти две звездочки означают, что нужно как бы распаковать вот этот словарь и из этого словаря вытащить, значит, как бы... Ну, в словаре находится пара ключ-значения, и я превращаю эту пару ключ-значения в именованные аргументы функции фу. Соответственно, вот здесь я просто... Мне нужно каким-то образом передать моей функции, моей даты какие-то аргументы. И, ну, как бы я хочу написать такую функцию e, p, e, которая бы эти аргументы, эта функция моей даты передавала. Я мог бы их здесь в явном виде написать, мне на самом деле нужно только n передать моей даты. Но для некоторой универсальности я пишу здесь вот такую штуку. А здесь, соответственно, вот эти штуки, это будут аргументами функции f. То есть это будет некоторый словарь именованных аргументов. Спасибо. Так, значит, давайте сюда добавлю k, и вот сюда тоже добавлю k. Значит, вот так у меня будет работать моя функция f. И теперь я хочу посчитать e, p, e. Значит, давайте у меня функция l от y, y hat, это будет просто квадратичная функция потерь. Значит, давайте у меня x и y, это будут какие-то заранее сгенерированные данные. makeData. И она равняется, допустим. Давайте сразу epsilon 0 какую-нибудь возьмем, допустим, 0,1. И здесь я, скажем, генерирую n равное 30. Epsilon 0 равняется epsilon 0. И теперь я могу попробовать использовать эту функцию e, p, e и посмотреть, что получится. Значит, я передаю их f, l. Генератор данных – это наша makeData. Дальше аргументы для генерирования данных. Это должен быть словарик, у которого n. Ну, давайте я здесь побольше возьму, чтобы получить хорошую точность. Я здесь сгенерирую много точек. Epsilon должен быть таким же, каким он был вот здесь на этапе обучения. И давайте f, args – это… Ну, давайте поэкспериментируем с разными k. Давайте начнем с k равного 1. Инвалид говорит синтакс. Ну, конечно, инвалид синтакс, потому что я смешал два способа описывать. О, что-то получили. Получили какое-то число. Давайте я сделаю здесь побольше данных. n равное 100. Значит, понятно ли, что сейчас считает вот эта функция e, p, e? Понятно ли, как она работает? Не стесняйтесь задавать вопросы, а то как-то вы молчите. Я вас мало того, что не вижу, так еще и не слышу. Хорошо. Ну, давайте попробуем посмотреть, что будет происходить, если k будет меняться. Вот как вы думаете, что будет происходить, когда я буду увеличивать k? Можно посмотреть на те картинки, которые у нас были. Ответ будет приближаться к мат-ожиданию. Ну, то есть, сейчас, ну, смотрите, значит, во-первых, в идеале нам бы хотелось бы, чтобы вот эта вот e, p, e, p, e была бы как можно меньше, да? То есть вопрос такой, если мы будем увеличивать k, e, p, e будет увеличиваться или уменьшаться? Нам будет становиться лучше или хуже? Ну, лучше, по идее, должна стать. Должно стать лучше, давайте попробуем. Зависит от количества данных, наверное. Ну, вот давайте попробуем построить график такой. Значит, я сейчас буду менять k и построю график. Сейчас, как бы это сделать попроще. Давайте я скажу, что k – это есть просто range, допустим, от 1 до 100. Ладно, до 100 – это многовато. Хотя ладно, пусть будет до 100. И здесь будет такая штука. Это k. Здесь нужно его менять. Ну, давайте вот так напишу. f, k, n, k. Значит, вот смотрите, давайте, прежде чем я это запущу, давайте подумаем вот о чем. Вот смотрите, у нас есть k равна единице, и эта ситуация похожа вот на такую штуку. А еще я могу сделать k равное 100. Что будет, если я сделаю k равное 100? Будет просто горизонтальная линия. Просто горизонтальная прямая. А что хуже? Когда k равно 1 или когда k равно 100? k равно 100 хуже. k равно 100 хуже. Значит ли это, что с увеличением k ситуация будет ухудшаться? У нас же было условие, что k делить на n должно стремиться. Ну, да, это правда, это правда. Но вот сейчас у меня зафиксированное количество данных. Сейчас у меня фиксированное количество данных. То есть вот эта теорема, она работает в том случае, когда мы можем наращивать количество данных. А сейчас у меня фиксированное количество данных. я смотрю что будет происходить когда я буду менять к и это в общем то что у вас происходит обычно на практике вам нужно сейчас подобрать такой к который бы лучше всего работал от вас есть вам выдали 100 точек вам нужно подобрать такой к которая выработала лучше всего как вы думаете как в принципе может выглядеть вот такой график который сейчас хочу нарисовать зависимости ошибки от к с локальным минимум к возможно каким-то да ну а давайте попробую построить о смотрите что получается значит ну вот здесь вот видно что наша ошибка начинает расти вот вот тут вот но видно что она в начале действительно уменьшается когда мы в самом начале начинаем увеличивать к видно что действительно есть локальный минимум давайте может быть чтобы это было более ярко выражены давайте увеличим уровень шума значит вот смотрите что будет если я буду увеличивать уровень шума увеличение уровня шума приведет к тому что какая вот что будет происходить например вот с этой картинкой если я увеличу эпсилон но точки должны быть больше разбросаны вокруг оранжевый да они будут больше разбросаны и поэтому когда я буду применять метод одного ближайшего соседа вот эта линия линия предсказаний будет сильнее колебаться вокруг истинного вот этого вот этой истинной зависимости давайте попробуем сейчас увеличить уж уровень шума значит у меня был уровень шума 0 1 давайте я сделаю уровень шума скажем 0 5 посмотрим как это повлияет на картинку как вы думаете как это влияет на картинку увеличение уровня шума ну сдвинется в минимум право сдвинется да да похоже на правду видите теперь у нас похоже что где-то вот здесь этот минимум находится где-то в районе 20 видно что в начале увеличение к приводит к резкому уменьшению к резкому уменьшению нашей функции потерь то есть наш алгоритм начинает работать сильно точнее ну за счет чего это происходит почему здесь увеличение к приводит к улучшению качества работы алгоритм когда берем сколько-нибудь соседей влияние шума снижается как вверх был так и вниз да да значит за счет усреднению мы начинаем приближаться к от ожидания а почему дальнейшее увеличение к приводит к тому что ситуация становится хуже потому что мы начинаем учитывать больше иксов которые не влияют на ситуацию да да значит у нас возникает вот картинка которая похожа вот на эту картинку видите здесь как бы вот например вот эти вот точечки вблизи нуля за счет того что у нас в окошко усреднение попадает много точек а у нас оказывается что предсказание вот здесь оказывается смещены относительно вот этой идеальной картинки смещены вверх потому что мы учитываем не только значение вот этих вот точечек но и значение каких-нибудь точек например вот здесь если у нас увеличивается то количество соседей а значит то окошко по которому мы усредняем это приводит к появлению вот такого вот смещения на самом деле это такая совершенно характерная картинка для всей этой науки потому что она показывает что у нас есть два две проблемы с которой мы боремся первая проблема это шум в данных наши данные они всегда вот у нас есть какая-то идеальная вот эта зависимость которую мы хотели бы предсказывать мы знаем что это для нас самый лучший вариант ничего лучше не запридумать но мы понимаем что данные зашумлены и чтобы нам приблизиться к этой идеальной зависимости нам нужно их усреднять или еще что-то делать еще как-то дополнительно агрегировать вот а с другой стороны другая проблема состоит в том что если мы сделаем модель которая будет как бы слишком слишком жесткой которая будет слишком плохо подстраиваться под данные то из-за этого возникнут такие систематические смещения систематические смещения тип тех которые мы видим вот здесь то есть как бы у нас есть две проблемы машина обучения есть две проблемы under fit и over fit значит over fit она же переобучение означает что ваш предсказание ведет себя ну вот как как вот здесь она слишком сильно подстраивается под данные и в том числе подстраивается под шум в данных вместо того чтобы улавливать истинную зависимость это называется переобучение другая проблема это то что ваша модель наоборот она оказывается слишком жесткой пытается как бы улавливать слишком глобальная тенденция оказывается недостаточно гибкой чтобы описывать данные чтобы описывать истинную зависимость вот например в случае если у нас к просто равно количество наблюдений наша функция просто усреднит вообще все и будет просто константы горизонтальной прямой и понятно что константа недостаточно гибкая функция для того чтобы описывать вот такой вот квадратичную зависимость и вот эта штука называется under fit когда у вас модель недостаточно гибкая и вся история про машинное обучение это попытка как-то проскочить между сциллой и харибдой проскочить между переобучением и недообучением вот здесь мы так довольно и явно видим что это действительно так работает если какие-то вопросы по этой части тут оказалось довольно шумная картинка потому что у нас уровень шума большой здесь количество наблюдений не очень большое но давайте я добавлю еще сейчас сделаем чуть поглажем если у меня когда-нибудь посчитает ладно пока она считает можно дальше поговорить в конце лекции я говорил про то что на практике у нас конечно нет доступа к этой функции make data и вместо этого мы просто используем часть нашей выборки для того чтобы картинка построилась для того чтобы как бы симулировать оценку вот этого я пи и это называется кросс валидация бывают разные схемы кросс валидации но я сейчас скажу два слова про самую простую схему которая называется кросс валидация подложенной выборки что это означает давайте еще раз генерировать сгенерируем данных давайте побольше данных сгенерируем допустим тысячу точек и и давайте сделаем такую штуку разобьем нашу выборку на два кусочка значит икстрейн икстрейн y сейчас давайте так икстрейн раз уж я сегодня не использую с и kitlearn давайте вручную все будем делать что у меня есть тысяча точек давайте первое например 700 из этих точек я определю в тестовую выборку а остальные я определю в тестовую значит это простите значит это обучающая выборка первые 700 точек остальные 300 точек будут в тестовую выборку я в данном случае делю просто вот так вот банальным образом первые 700 и все остальные на практике это обычно делается случайным образом но в данном случае я знаю что мои наблюдения уж точно независимы друг от друга что у меня нет никакой странной зависимости ну например могло бы так оказаться что мой датасет отсортирован по каком-нибудь столбце ну просто кто-то заботливо мне взял его и отсортировал тогда конечно это была плохой идеей делить так а делить надо было бы случайным образом но для этого есть как бы это несложно сделать и там для этого написано готовую функцию значит хочу немножко упростить себе жизнь и давайте попробуем написать что-то похожее на вот это епе только для соответственно для кросс валидации а именно я теперь хочу сделать вот что давайте мы сделаем такую штуку кросс валидационный score и я сейчас буду смотреть как меняется результат на кросс валидация при изменении к хочу получить картинку которая похожа вот на такую значит для этого мне нужно что сделать значит мне нужно опять же на тренировать мою модельку значит у меня есть что называется канон регрессион значит я ее тренирую на x-трейне и y-трейне и теперь мне нужно предсказывать на x нью дальше опять же мне нужно смотреть на расстояния между 윽 нью и этим предсказанием año собственно говоря вот эта формула выглядит точно так же как и раньше единственная разница Значит, единственная разница состоит в том, что я использую X-тест и Y-тест вместо свежезгенерированной новой подвыборки. Значит, давайте я просто напишу сумму вот таких штук for X-new, Y-new in zip X-test, Y-test и разделить на длину X-test. Так, сейчас, значит, здесь нужно где-то K добавить, вот сюда нужно добавить K. Давайте посмотрим, что из этого получится. О, сейчас считает. Давайте тоже нарисуем картинку. Ну, давайте я буду не весь этот диапазон брать, а поменьше. Допустим, у меня есть, допустим, от 1 до 10. Даже можно не до 10, а до побольше. Ну, хорошо, пусть будет до 100. Как-то он даже неубедительно растет. Ну, может быть, может быть, как-то так и должно быть, но, в принципе, числа похожие. Значит, результат получается не таким шумным, потому что мы не пересчитываем каждый раз тестовую выборку. Ну, в общем, примерно видно, что у нас здесь происходит. Сейчас, интересно, у нас правда такая ошибка будет, если K равная 100? Здесь у нас ошибка при K равном 100 вот такая. Давайте попробуем Epsilon 0 поменять, что получится. Если я увеличу Epsilon 0 до 2, например. Ну, да, видно, что чем шумнее, тем больше нам нужно выбирать K. Возможно, что Epsilon 0 равная 2 – это совсем перебор. Давайте сделаем его поменьше, посмотрим, что будет в этом случае. Ну, да, вроде похоже на правду. Смотрите, видно, что в зависимости от выбора Epsilon 0 оптимальное значение K меняется. Вот, например, если Epsilon 0 – 0,1, то оптимальное значение K где-то в районе 10. Давайте сделаем еще меньше шум. Ну, видно, что оно есть вообще где-то вблизи единицы. Вот. Ну, вот, значит, 0,05 видно, что тоже где-то вот непонятно где. Где-то здесь. Ну, опять же, смотрите, видите, основная проблема с кросс-валидацией в том, что вы получаете какой-то результат, но при этом вы понимаете, что этот результат зависит от того, как у вас разбилась выборка на трейновую и тестовую. Почему при 0,05 минимум так далеко? Почему при 0,05 минимум так далеко? Ну, он недалеко. Если я сейчас еще раз это все перегенерирую, он может еще куда-нибудь перескочить. Видите, сейчас он где-то, ну, вот где-то тут. Да, ну, он был недавно прямо у единицы, когда было... А, или я что-то перепутал. Ладно, неважно. Ну, вот, значит, если я увеличиваю уровень шума, он, по идее, должен смещаться вправо. Это самый минимум. Но, видите, здесь он будет где-то вообще вот тут вот. Для больших значений K. А если уменьшаю, то он приближается, наоборот, к единице. Где здесь минимум. Тут увеличение K нам только вредит. Ну, в общем, вот такая, на самом деле, довольно типичная ситуация, когда у нас есть какой-то гиперпараметр. И в данном случае гиперпараметр – это вот этот самый K. Значит, гиперпараметр – это такая штука, которая не обучается автоматически по данным, грубо говоря. Ну, точнее, как бы даже это аккуратно сформулировать. На самом деле, конечно, гиперпараметр обучает по данным, но вот с помощью как раз процедуры кроссоволидации. Но в самом алгоритме машинного обучения это некоторый внешний параметр, некоторая ручка, которую вы можете подкручивать. Но, в частности, в методе K ближайших соседей единственный гиперпараметр – это K. Ну, окей. По крайней мере, если у вас метрика зафиксирована. На самом деле, еще гиперпараметр – это метрика. Но если у вас метрика зафиксирована, то больше, кроме этого самого K, больше ничего нет. И, соответственно, вот то, что мы сейчас вот здесь делаем, это такая типичная история, когда у вас есть какой-то набор данных, и вы с помощью кроссоволидации пытаетесь понять, какие у вас оптимальные значения гиперпараметров, которые позволяют самым лучшим способом научиться предсказывать те данные, которых вы еще не видели. Я, видимо, уже не успел поговорить про KNN для классификации. Скажу буквально два слова. KNN для классификации – это то же самое, что KNN для регрессии, только вместо того, чтобы выбирать… Допустим, что у вас есть задача классификации, то есть вам нужно не предсказывать числа, а предсказывать один из нескольких классов. Ну, это означает, что вы не можете брать среднее, но вы можете взять просто самый часто встречающийся элемент среди соседей. То есть, допустим, вам нужно разделить там, я не знаю, магазины на два типа. Одни приносят много прибыли, другие приносят мало прибыли. Допустим, одни прибыльные, другие убыточные. И это просто означает, что вы, когда будете делать вот это усреднение, вы вместо усреднения будете просто брать моду. То есть, например, у вас есть метод трех ближайших соседей, вы берете три магазина, если из них два прибыльные, а один убыточный, значит, вы в этом значении предсказываете прибыльный. Ну, и хорошее упражнение – это действительно написать функцию аналогичную KNN regression, написать функцию KNN classifier, которая будет делать то же самое, только с задачей классификации. Ну, вот вроде бы все, что я хотел рассказать, я рассказал. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Да, вот такой вопрос. Поиск ближайших соседей – это же довольно-таки сложная, вычислительная задача. Так как мы ее реализовали, сложная, потому что мы каждый раз делаем сортировку. В реальности при использовании каких-нибудь KD3 это не очень сложная задача. Она устроена примерно так. Вы сначала разбиваете пространство на кусочки, строите такую некоторую древовидную структуру на пространстве. А после этого у вас задача поиска ближайшего соседа устраивана так. Вы смотрите, значит, вот у вас есть ваша точка, которая вам нужна. Вы смотрите, к какому из больших кусков пространства она относится. Дальше вы смотрите, значит, этот кусок, на самом деле он разбит на кусочки поменьше. Смотрите, к какому из этих поменьше кусочков она относится. Так вы делаете несколько шагов вглубь. Находите какой-то кусочек, в котором лежит ваша точка. После этого вы ищете ближайших соседей не среди всех точек вашего датасета, а только среди точек, которые принадлежат этому куску или соседнему с ними. Ну, потому что вы понимаете, что только они могут быть самыми близкими. Ну, понятно, что это нужно делать некоторым интеллектуальным образом. На основном Decision 3 сделается. Конкретно эта штука называется KD3. Это в какой-то мере действительно похоже на решающие деревья. Если хотите, я могу вам поискать какое-нибудь... Я не помню, по-моему, в Википедии как-то более-менее разумно это написано, хотя я не уверен. Если хотите, я вам найду, где это написано нормально и прошлю ссылочку. Мы, естественно, на практике, мы не будем использовать наш самописный метод КА ближайших соседей. Мы возьмем из scikit-learn, где он реализован как раз с кадой деревьев. Но с точки зрения использования вам совершенно все ровно. Что там внутри. Давайте еще вопросы. Еще подскажите, пожалуйста, семинарский ноутбук будет выложен на сайт? Да, да, да. Он, собственно говоря, уже в какой-то мере выложен. А, да? Ну, то есть выложена заготовка там, где не было вот этого кода. Решение, я думаю, что я тоже выложу тут. Спасибо. А вот классифайер, там наиболее часто встречающийся, что если там, ну, по одному. Да, выберите как-нибудь. А, окей. Ну, тут нет никакого способа в этом случае принять какое-то решение лучшее, чем просто выбрать абы как. Понятно, спасибо. Еще вопросы? Хорошо. Ну что, тогда все на сегодня. До свидания. 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 Продолжение следует...